Здравствуйте! Сегодня будем делать оформление шапки канала и аватарки. Прежде чем приступать делать оформление канала на YouTube, делаем подготовку изображения красочного баннера размером не менее 2048х1152 пикселя и размер этого файла должен быть не более 6 МБ, а также фото профиля канала размером не менее 98х98 пикселей и по осмотрению логотип канала. Давайте покажу, как просто подогнать по размеру баннер и сделать правильную внутри заставку и какой простой программой можно воспользоваться, которая есть в операционной системе Windows. Открываю папку, где находится у меня изображение, загружаем вот этот баннер, правой клавишей мыши нажимаем на изображение, открыть с помощью программы Paint, нажимаем. Размер, как видим, здесь не соответствует тому размеру, поэтому нажимаем в этой программе «Изменить размер», здесь проставляем пиксели, это все удаляем и проставляем размер, который рекомендует нам YouTube. Это 2048 пикселей, 2048. Здесь внизу по вертикали видим, сразу оно проставилось, ничего не надо там делать. Нажимаем «Ок», все, размер у нас есть. Теперь необходимо нам поставить, чтобы посередке была какая-то картинка, надпись или что. Ранее была подготовлена картинка, которая будет стоять посредине баннера. Нажимаем на треугольник «Вставить» и отсюда выбираем название канала. Нажимаем на этот маленький баннер, его размешаем посредине. Я примерно знаю, что здесь средина находится. Вот где я удерживаю напротив буквы «И» этот центр этой маленькой вставки. Я ее располагаю по горизонтали, будет центр 1024 пикселя, а по вертикали 576 пикселей. Слева, вот здесь мы смотрим, где красная стрелочка идет, а здесь справа. И совмещаем тот размер, который был назван мною. Это 1024, этот центр будет по горизонтали, и по вертикали это будет 576 пикселей. Все, раз, зафиксировали. Нажимаем на крестик «Закрыть». Сохранить? Да, сохраняем. Все, сейчас будем загружать этот баннер на свой канал. Запускаю браузер. Как видим, ничего здесь нет. Настроить вид канала. Открылась главная страница настройки канала. Нажимаем на вкладку «Брендинг». И на этой странице каждый по своему желанию может просмотреть все рекомендации, которые предлагает YouTube. Приступаем к загрузке. Нажимаем на слово «Загрузить». Мы будем загружать баннер канала. Загружаем. Нажимаем на эту зону, которая видна компьютером. Вот она высвечивается. Вот эта вся зона высвечивается, которая будет видна на компьютерах. Вот эта зона, которая будет видна на всех остальных устройствах. Убеждаемся, чтобы картинка, которая должна указывать на название канала, находилась по центру. И чтобы хорошо она читалась. Все нормально. А вот эта остальная зона баннера, которая здесь отображается, будет видна только на телевизорах. Здесь есть такие ползунки, которыми мы можем тоже кое-что проделать. Но смещение тут оно ничего не даст, потому что если по размеру мы задали, то, соответственно, остальная зона будет упущена. Поэтому все оставляю так, как оно есть. Все правильно подогнано. Нажимаем «Готово». Теперь загружаю фотопрофиля. Нажимаем. Здесь корректируем фотопрофиля, как мы хотим, чтобы оно было видно на главной странице YouTube. Все. Я ничего здесь менять не буду. Нажимаю «Готово». И еще необходимо мне загрузить логотип канала. Но логотип канала можете не загружать. Можно это потом поставить. Но я его сразу поставлю. Покажу, как это все делается. Вот логотип канала. Загружаем. Видимо, что он сейчас находится в зоне невидимости. Поэтому я этот ползунок смещаю. Здесь, соответственно, могу уменьшить его. Все. Вот так он будет видно. Нажимаем «Готово». Здесь необходимо поставить галочку, когда будет показываться логотип канала в конце видео, в заданный момент или на протяжении всего видео. Я оставлю на протяжении всего видео. Справа вверху нажимаем «Опубликовать». Еще не сохранено. Не спешим мы сразу переходить на канал. Вот изменения опубликованы. Перейти на канал. Нажимаем. И вот видим, как все аккуратно это выглядит. Основная заставка, которая отображает название канала, находится по центру. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.